Мы продолжаем читать слово отрезвения преподобного Исихи. В прошлый раз мы читали 122-й абзац, в котором главным лейтмотивом этого слова был призыв преподобного Исихи «молись и наблюдай». В этих словах можно выразить саму суть трезвения, как оно есть, вернее, суть трезвения, как оно доступно обыкновенному простому человеку. И мы говорили, что для того, чтобы это стало возможно, вообще, вот эта деятельность, очень важно, чтобы сердце прежде, чем туда войдет ум, чтобы оно было очищено. И только тогда, когда оно очищено, можно стоять в сердце, молиться и наблюдать. Потому что, если твое сердце нечистое, если оно завалено хламом, страстями, то как ты на фоне этих бурлящих страстей можешь заметить помысл? Даже если ты заметишь, ты не можешь ничего с ним сделать, потому что у тебя внутри предатели. У тебя внутри не то что пятая колонна, а целая армия предателей гораздо более сильных, чем тот помысл, который скребется извне. И поэтому, естественно, сделать ты ничего не сможешь, пока сердце не уврачуешь от страстей. Поэтому, первое, мы говорили хорошо святым, которые умудрялись в сущности сохранить сердце от страстей, от юности своя. Но, когда ситуация такая случается с такими людьми, как преподобная Мария Египтская, или Никита Столпник, или Моисей Мурин, когда сердце уже завалено страстями, то первое, что им придется сделать, это очистить сердце от страстей. И только потом они получают свободу от страстей и могут стоять бдительно на хранении своего сердца. Но, кроме этого обстоятельства, важно еще другое. Когда ум сходит в сердце, и этот ум молится, и этот ум призывает имя Господа Иисуса Христа, то он, призывая имя, ведь он может спуститься туда, в сердце, только тогда, когда сам ум неразрывно привязан к имени Иисуса Христа, к молитвенному призыванию имени. И вот там, стоя в сердце, ум взывает к Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных, или просто Иисусе Христе, помоги мне. И тотчас же этот ум, призывающий имя, тотчас же отзывается на этот призыв Христос, пребывающий с нами до скончания века, и входит в само наше сердце. Именно он и очищает его от страстей. Оно не само по себе очищается. Его Бог, призываемый нами, очищает от страстей. И это очищение от страстей происходит именно потому, именно таким образом, что Бог, которого мы призываем, Бог, который входит в наше сердце через молитвенное призывание Его, Он есть смирение. И Он угошает пламень страстей своим смирением. И вот это смирение является той средой, той благодатной росой, которая угошает пламень страстей нашего сердца. Научитесь от меня, я как роток, если смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Призывая Его, соединяясь с Ним, молитвенно вмещая Его в свое сердце, мы достигаем того, что Его присущее Ему смирение охлаждает наше сердце, прививая нам это смирение, которое и является, собственно, тем корнем, из которого произрастают добродетели, тем корнем, который губит и сушает противоположный всему этому корень гордыни, из которого и произрастают все человеческие страсти. Вот этот момент, он очень важен, то есть непонимание этого, ну, человеку может показаться, что вот просто машинальное повторение имени Иисуса приводит в действие какие-то особые рычаги, если просто повторять имя Иисуса Христа, то само собой все произойдет. Оно может произойти, но в том случае, если человек, сам того не подозревая, он не знает этих всех механизмов, но сам того не подозревая, он по силе своей смиряется в силу того, что таковы заповеди Христов. Он смиряется, терпит, терпеливо переносит все нарекания, искушения, скорби, собственные падения, и молитва в нем постоянно повторяемая производит тот самый эффект, который производила во всех святых, о которых вот эффект, который пишет здесь преподобный Исихий. Но если человек не смиряется, если он думает, что одно призывание имени Иисуса Христа само все сделает, а сам терпеть не хочет, смиряться не хочет, переносить, скажем, выговоры, нарекания, замечания он не хочет, то само по себе имя Иисуса ничего с ним не сделает. Оно не укореняется, не приживается в сердце, которое игнорирует смирение, которое не хочет смиряться. 126 абзац. Трем силам души мы должны давать движение правильное, сообразное с их естеством и согласное с намерением создавшего их Бога. Именно силу раздражительную надо наподвигать против внешнего нашего человека и против змея, сатаны. Гневайтесь, сказано, и не согрешайте. Это значит, гневайтесь на грех, то есть на самих себя и на дьявола, чтобы не согрешать против Бога. Силу желательную надо устремлять к Богу и добродетели, а мысленную поставим госпожой над обеими ими, чтобы с мудростью и благоразумием упорядочивала их, вразумляла, наказывала и начальствовала над ними, как царь начальствует над подданными. И тогда сущий в нас разум по Богу будет управлять ими. То есть, когда будет господствовать над ними, они им покорятся. Хотя страсти и восстают на разум, но мы не перестаем повелевать, чтобы разум правил ими. Ибо брат Господень говорит, аще кто в слове не согрешает, сей совершен муж, силен обуздать и все тело. Истинно говорю вам, всякое беззаконие и грех семи-тремя силами делаются, и всякая добродетель и правда этими же тремя силами совершаются. Три силы души. Мы уже когда-то упоминали об этом разделении. Здесь преподобный Исихий говорит несколько поподробнее. Это раздражительная сила души, желательная сила души и мысленная сила души. Ну или можно, скажем, используя другой вариант разделения души на три части, другой, скажем, наименование этой структуризации будет воля, раздражительная сила души, сердце, желательная сила души и ум, мысленная сила души. Ну, как бы вы ни назвали, суть, в принципе, понятна. Это три проявления души человеческой или три уровня души человеческой. И это отнюдь не, скажем, какое-то, как это часто люди вот с бухты-баракты, не разобравшись, они пытаются сказать, да все это надумано, да всего этого нету, и вообще душа, она простая, вот и все, что там, она душа и есть душа. Но на самом деле, каждый удобно может заметить или легко очень угадать, узнать, как действуют в нем ли самом, чаще в других людях, все эти три силы. Это легко представляется, легко моделируется и легко, собственно говоря, вот встречает в повседневной жизни очень яркие примеры. Ну, скажем, например, каждый знает, что человек может быть добрым и умным, но слабой волей, может быть добрым, но глупым, может быть человеком сильной воли, но злым и недалеким, глупым, а может быть человек сильной воли, злой и очень умный, это, наверное, очень неприятно. Вот, есть человек сильной воли, очень добрый человек, но недалекий человек, глупый. И вот эти разные примеры, которые мы встречали в жизни, которые мы легко можем представить подобных людей, они описаны в литературе, они встречались с нам по жизни, мы понимаем, что да, оно так происходит, вроде бы всем хороший человек, и волевой, и добрый, но почему-то он всегда делает ошибки, всегда попадает в какие-то глупые истории, всегда делает что-то не так совершенно, и порой уклоняется и уходит так далеко, при всей своей, и особенно далеко, потому что он же волевой человек, и если он какую-то глупость принял за истину, то он способен дойти очень далеко. А иной рассмотрим на человека, вроде бы умный, умно рассуждает, а сделать ничего не может, потому что безвольный человек. И мы в себе это тоже понимаем, если мы начнем вообще хоть как-то отражать свое внутреннее бытие, как-то внимать, не просто проявлением, скажем, нашим телесным, физиологическим или социальным, да, вот работа, вот это самое, еда, вот сон, вот там дети, их надо что-то с ними делать, там уроки домашние одевать, кормить и так далее. Это все социальные, физиологические проявления нашего бытия. А когда мы начинаем смотреть внутрь, мы начинаем замечать, что вот вроде бы что-то не так у меня с умом, вроде бы, ну вот что-то я не могу понять, что-то мне не открывается, какая-то вот вроде чувствую, а понять, объяснить не могу. Что-то не так у меня с сердцем, вроде бы я по наклонностям добрый, а вот почему-то какие-то вещи, вот упорно ожесточаюсь, и все, и ничего не могу сделать. Вот, и почему-то я при всей своей доброте и уме ничего не могу достигнуть, ничего не могу добиться, и все мои желания, чего-то каких-то вот целей достигнуть, какие-то задачи решить, натыкаются на мою расслабленность и лень. Вот, и таким образом мы понимаем, что у нас есть разные, как бы сказать, проявления нашей душевной организации, разные силы, разные акцентуации нашей души, которые могут быть больными или здоровыми, очень больными, вот, или уже почти совсем здоровыми. И вот эти все силы души, все проявления, все уровни нашей душевной организации нужно исцелить и преобразить, чтобы человек был, чтобы ум у него был просвещен Богом, и он знал заповеди Божьи, и знал волю Божью, чтобы сердце у него было просвещено Богом, чтобы он стремился только к тому, чтобы любить, чтобы воля у него была просвещена Богом, чтобы всю свою силу он направлял только на то, чтобы исполнить заповеди Божьи. Попросту говоря, он должен знать Бога и Его волю, любить Бога и Его волю, и все силы употреблять на то, чтобы исполнить то, что хочет Бог. Это, по сути дела, в совершенстве, если бы человек исцелился и преобразился, то это и было бы. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем умом и всей крепостью твоей. То есть, когда все силы души исцелились, тогда ты можешь действительно всеми этими здоровыми, исцеленными силами души исполнить эту самую первую заповедь. И вот об этом исцелении и говорит преподобный Исихий. Раздражительная сила души, то есть, наша волевая сила души, наша решительность, наша направленность на что-то, решимость какая-то, та энергия, которая вот постоянно к чему-то устреплена, вот эта сила, она чаще всего пронявляет себя вот в решимости и еще чаще в гневе, когда то, что мы задумали, у нас не получается. Кто-то нам препятствует осуществить то, что мы решительно сделать хотим. Это в гневе как раз раздражить, почему она называется раздражительной? В гневе сия сила души проявляет себя наиболее часто. Так вот, гнев должен быть направлен на нас, то есть, гнев должен быть направлен на нас самих, ибо мы сами себе враги и не хотим исполнять заповеди Божьи, либо на тех бесов, которые нас искушают, а искушают-то они на, собственно, тем же самым, они искушают, используя наши собственные немощи, наши собственные слабости, и поэтому надо разгневаться на свои слабости, разгневаться на себя, разгневаться на бесов, которые манипулируют нашими слабостями, это и будет ревность, и будет решимость, когда мы, гневаясь на себя за лень, за промедление, за расслабленность, тащим решительно себя по пути заповедей Божьих, и гневаемся на себя за то, что не делаем, то, что делать и можем, и должны. Мы как бы должны ополчиться на грех, не в метафорическом смысле слова, буквально объявить войну, греху, но греху, живущему внутри нас, который пользуется нашими немощами, и вот это возненавидение своей души, отречение от себя, гнев против себя грешного, и будет тем исполнением того условия, которое необходимо для всех тех, которые несут крест Христов. Никто не может быть учеником Христа, если прежде не возненавидит душу свою. Это не есть некое вот, ну, я, я ленивый человек, я ленивый человек, у меня ничего не получается, ну, что же делать, а вот Бог мне поможет, и Он меня как-нибудь спасет и помилует. Вот это благочестиво, это хорошо, и очень, и очень часто бывает так, что рано или поздно Бог преклоняется к этому несчастному человеку, но преклонение Бога к этому несчастному человеку и проявляется в том, что вдруг в нем вспыхивает решимость, он как-то начинает злиться на самого себя, да сколько ж можно лежать, да ты что лежишь-то, ну-ка вставай, давай, иди, и делай то, что ты должен делать, и погоняет себя, как упрямого осла, иди, иди, нечего тебе расслабляться, давай вперед, восстань спящий, воскресни из мертвых, и осветить тебя Христос, как говорит апостол Павел в своем послании, вот, вот это побивание совести, угнетение самого себя, самим собой, когда мы вот заставляем, принуждаем себя делать, раздражаясь на себя, гневаясь на свои страсти, на свои немощи, мы влечем себя к тому, что должны делать, это во всех случаях работает, и не только христиане пользуются этим приемом, этим способом, любые, все люди, которые чего-либо достигли, они гневались на свои немощи и страсти и сами себя толкали вперед, и собственно вот эта решимость человека чего-то добиться в том и проявляется, и благодатная решимость, благодатная ревность в том себя и проявляет, что человек вдруг ополчается на самого себя, начинает ненавидеть свои привычные уже немощи, уже те привычки, которые он навык, и вот это гнев этот, он и обозначает, что человеку наконец-то дана благодать, дана решимость, исцеляющая его волю. Вторая сила души, вожделение, стремление, влечение должно быть к Богу, не к вещам этого мира, оно должно быть к Богу, исцеление в том и состоит, чтобы оторвать свое сердце от привязанности к дорогим, замечательным, близким, родным вещам этого мира и все это прилепить к Богу. Только тогда, когда мы действительно возлюбим всем сердцем Христа, только тогда мы действительно, ну вот как-то исполнив заповедь Божию, и сердце наше нужно оторвать от мира и устремить его к Христу. Но понятно, что если этого не сделать, то молитва наша будет формальной. Мы будем языком, устами молиться, тосковать о том, что вот там идет кино, что лучше бы я сейчас сидел за трапезой, ну куда деваться, надо молиться, что же теперь делать. Ладно, буду молиться, ну как мне это все надоело, как я это не хочу все, ну надо, а то еще в ад попаду, куда деваться. Вот, и вся жизнь христианская, хотя какая она христианская, условно христианская жизнь, она становится нудной, она становится невыносимо трудной, она становится безрадостной, унылой, печальной, а мы думаем, что это и есть христианство, и начинаем его пролонгировать, распространять на других людей, чтобы и они вот так же уныло, печально вели свою, проводили свою жизнь. А это все потому, что мы при достаточно сильной воле можем заставить себя молиться, поститься, ходить в храм, но сердце-то наше, оно привязано к миру, и оно нам свидетельствует об этом, надо его оторвать, надо вылечить не только волю, надо вылечить сердце, а сердце и лечится молитвой, и лечится, потому что только в молитве человек и может обрести исцеленное сердце, как мы уже и в прежней беседе не раз говорили, и молитва, особенно молитва Иисусова, то есть призывание сладчайшего имени Иисуса Христа Спасителя, меня возлюбившего, оно в конце концов воспламеняет сердце любовью, и мы начинаем совершать молитву уже не формально, а с переживанием, с ощущением, с чувством, с жизнью, устремляясь к жизни, которой возлюбили, то есть с одной стороны мы вроде не можем помолиться как должно, если сердце наше мертвое, с другой стороны только принуждение себя к молитве, оно может изменить сердце, и здесь важно понимать вот этот небольшой, но важный нюанс, что и в том, и в другом случае принуждаем себя к молитве, но мы можем принуждая себя к молитве подумать, что вот собственно это и есть молитва и успокоиться, просто выезжая всякий раз за счет сильной воли, вот, мы вычитываем и вычитываем и вычитываем и вычитываем я молюсь, говорим мы, хотя молитва это не является, и успокаиваем себя, хотя здорова всего лишь наша воля, а отнюдь не ум и не сердце, мы сильны, чтобы заставить себя исполнять то, что мы считаем правильным и должным, но сердце наше каменное, но не ожил, и то же самое принуждение может привести к результату, если понимаем, что вот эта формальная нудная молитва не есть собственно молитва, и мы ищем и просим у Бога подлинные молитвы, мы просим, чтобы сердце ожило, чтобы не просто формально что-то вычитывать и прочитывать, чтобы ожить в молитве, как мы начинаем всякое молитвословие утешителю, благие, прииди, и вселись, прииди, вселись, воспламени сердце мое любовью, дай мне познать любовь Бога моего, а без любви, без чувства, без окрыления, которое дает вожделевательная сила души, все будет холодно, пусто, мертво и формально, ну и третья сила души, это мысленное, когда ум, просвещенный Богом, всем управляет, всеми царствует, все освящает, когда он просвещен заповедями Божьими, и знает эти заповеди, и знает, что нужно, куда устремлять волю, и велит ей, знает, каким должно быть сердце, и пытается разбить с помощью молитвы камень этого сердца, вот, поэтому, на самом деле, если у человека воля хоть сколько-нибудь здоровая, то исцеление человека начинается именно с исцеления ума, то есть, с призывания имени Иисуса Христа, с произнесения внимательно молитв и с чтения Слова Божьего, когда мы почувствовали, что ум у нас более или менее креп, тогда мы начинаем, как это было описано, выше, разбивать молитвой, разрушать молитвой камень своего сердца, и таким образом, постепенно, собирая и исцеляя человека, мы будем способны предстоять Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok